всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас интересные покупочки wildberries озон яндекс маркет итак поехали покупочки озон и здесь у меня сухой шампунь прелесть была какая-то акция что за 200 чем-то рублей две штуки вышли кстати смотрите как хорошо запакован в следу вообще здорово первый раз буду пробовать сухой шампунь от прелесть кто-то его хвалит кто-то нет если пробовали обязательно пишите вот и вот такие вот домашние штанишки они у меня по-моему в размере 58 вот да вот потому что домашняя взяла несколько штук на примерку посмотрела их все и остановилась именно на таких сейчас покажу вот так выглядят штанишки какие немножко новогодние с подарочками так вот этикеточка что у нас тут написано это обычный такой тоненький хлопок вверху они сделаны на резиночки и есть веревочки есть карманчики достаточно глубокие прям вот обычный тоненький хлопок нормально кстати пошиты ничего не могу сказать у меня такие уже были я таки в таких дома гонять люблю все штаны которые заказывал были по 641 рублю какой-то один магазин просторные вот такие вот длинненькие не на резинке внизу обычные мне безумно нравится слушать я вот посмотрела я заказала разные расцветки разные размеры посмотрела и взяла вот эти свободно они прям такие получаются совсем свободный но здесь шнурок есть поэтому по талии все можно утянуть все супер все отлично мне понравилось но и цена была самая адекватная я всегда сравниваю на разных маркетплейсах такие штаны есть и на яндекс маркет и на вайлберрис и вот на зон биле дешевле всего 641 рубль на момент покупки поэтому взяла купочка озон и здесь у меня интересный уход за волосами давно хотела попробовать сейчас все покажу это шампунь и бальзам для волос пробую этот бренд впервые но очень интересно потому что мне его нахвалила девочка ей посоветовал ее парикмахер и уже давно она мне кстати рекомендовала но тут они появились на озон решила попробовать смотрите упаковано как хорошо в коробочку еще в пупырочку причем запаяна все и подарочки смотрите как приятно вообще потрясающе это у нас с вами что так это масочка смотрите содержит три вида активной форму форма гиалуроновой кислоты тканевой маска для лица у это всегда приятно я читала в отзывах да что кладут в подарок ну да думаю мало ли может не всегда да вот такая вот масочка подарочек супер после пупырки еще в полиэтилен тоже упакована смотрите как все запаяна здорово всегда прям листит такое бережное отношение к покупателям отлично это у нас с вами без сульфатный шампунь и бальзам причем бальзам кондиционер что тоже но лично для меня важно потому что чисто бальзамы мне утяжеляют как правило я зачастую не использую ну вот ксюшка добивает и все здесь именно бальзам кондиционер без сульфатная линейка очень хорошими прям отзывами хвалят их кто пробовал вот у меня девочка уже наверное полгода только этими средствами моет волосы здесь у нас питание увлажнение смягчение гладкость блеска облегчение расчесывания так а у шампуня и кондиционеры еще очень важный момент уровень ph сбалансированный оптимальный то есть вызывать зуда вот если у вас на многие шампуни вам тяжело знаю меня такие девочки если подобрать шампунь бальзам на многие средства зуд кожи головы до шелушения то здесь оптимальный уровень ph так из активных компонентов у нас здесь с вами кератин аминокислоты и протеины пшеницы показываю состав кому интересно вот так вот выглядит способ применения все нормально пойдем вместе с вами тестировать заодно покажу вам как мою волосы кожу головы там же давно запросы есть перемещаемся в ванну приступим нету все таков полотенце берем шампунь я наношу его на руки очень густой гелевая консистенция прозрачная прям очень вы стоите медленно медленно стекает знаете такая приятная еле уловимая одушка профессиональной косметики дальше я всплениваю шампунь в руках пока он не станет беленьким и начинаю ну естественно у меня волосы мокрые промывать кожу головы все это в душе или над раковиной или над ванной конечно делать удобно смотрите несмотря на то что он ты штуками он очень хорошо пенится опять же учитывая наше я водички уже немножко наш расход наши способ применения не очень удобный он очень хорошо пенси ой вот сейчас на волосах работ раскрывается стал немножко поярче при такой приятный приятно быть аромат чистоты и профессиональной косметики не очень нравится очень хорошо пенится на руках хорошо вспенился. И на волосах, смотрите, пенится просто прекрасно. Хотя мы с вами не сильно много взяли. Вот таким образом можно взять еще массажную щетку. Это для тех, кто хочет отрастить волосы, для тех, кто хочет правильно мыть. Шампунь у нас предназначен для кожи головы. Мы волосы шампунем не промываем, не трем и так далее. Волосам хватит шампуня того, который будет сейчас, когда мы будем смывать все, обволакивать волосы в процессе смывки. В общем, вы меня поняли, когда мы смываем. Длине этого хватит. Мы с вами промываем корни и кожу головы. Чтобы не возникало каких-то неприятных ощущений, шампунь нужно подбирать. Давно я вам, кстати, эту тему не поднимала, не рассказывала. Именно по типу кожи головы, а не волос. И именно кожу головы мы промываем. Промываем как следует. Если нужно повторить, повторяем. Я знаю, многие девочки моют два раза. Как следует. Заодно руками можно сделать массаж для роста волос. Здесь важный момент двигать скальп. То есть не просто руками тереть, а чтобы вы почувствовали, видите, что скальп, кожа на голове шевелится. Особенно вот здесь, на затылке. Это и для хондроса. Очень полезный массаж. Прям вот так кистью одной и второй обхватываем и шевелим скальп, чтобы он шевелился. Круговыми движениями, либо поступательными, как вам удобно. Ну, в общем, все. В принципе, я промыла кожу головы. Что хочу сказать, пока волосики вообще не спутывает. То есть они как были гладенькими, так и остались. Пенится отлично для бессульфатного. Вообще просто шикарно. Прям много-много пен. Вот стоит руками вспенить. Все, все белое. Смываем. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем кондиционер. Сразу хочу сказать по шампуню. Волосы вымыты до скрипа. Вот прям до скрипа. Но не спутанные. Жестковатые, потому что шампунь бессульфатный. Все силикончики вымыл. Волосы очистил хорошо. Волосы прям до скрипа. И они такие вот мягенькие. Мне очень понравилось ощущение. По ощущениям, вот по таким, богатый опыт жизненный подсказывает, что должен быть объем хороший после таких средств. Так, кондиционер. Активное восстановление. Оставьте на 5 минут. Смойте теплой водой. По всей длине. Написано можно. Читала, что не утяжеляет. Ты знакома мне тоже говорила, что не утяжеляет. Сняла полотенце. Берем кондиционер. Он уже имеет вот такую вот густую белую консистенцию. Такая же одушка. Очень приятная. Распределяю тоже. Грею немножко в ручках. И погнали. На 5 минуточек. Ой, прям волосики вот разглаживаются под ручками. Прям разглаживаются. Слушайте, классно. Я вообще скептически относилась к бессульфатным средствам раньше, но как бы от производителя зависит. Потому что и пенились плохо, а бальзамы что-то вообще не бальзамы. Ну, то есть, что есть, что нет. А здесь прям разглаживаются. Прям разглаживаются волосики. Смотрите, под ручками моментально. Вот. Здорово. Мне нравится. Я совсем на корни наносить не буду. Я вот так вот по всей длине. Вот таким образом. Классно. Мне нравится. Прям гладенькие-гладенькие становятся. Волосы навылезали. Это нормально. Так. Всё. 5 минут сходим и смываем. Всё. Смыла. Что хочу сказать. Волосики разглаживаются. Прям гладенькие такие классные. И плотненькие. Вот на ощупь такие вот прям плотненькие. Как будто сделали с вами филлер какой-то. Интересно. Очень интересно. Круто. Здорово. Я немножко промакиваю волосы полотенцем сейчас. И высыхать они будут естественным путём. Потому что всё равно постоянно носим шапки. Смысла укладываться никакого абсолютно не вижу. Вот. Так что высохнут. И покажу вам результат. Как всё это дело будет выглядеть. Ну вот высохли волосики. Показываю вам результат. Если честно, я очень приятно удивлена. Почему? Сейчас объясню. Потому что они высохли естественным путём. Посмотрите, как они легли. А так как, естественно, у меня кончики пожёные. Они у меня, когда естественным путём высыхают, они как-то вот выворачиваются. Там ещё что-то. А тут легли как. Ну надо же. Смотрите. И блестят. И кончики запаяны. И объёмчик сохранился. Вот ручками приподнимаю всё. Объём на месте. И блеск. И они такие живые, мягкие. В то же время нет пушистости. Хотя некоторые средства бессульфатные. Они грешат. Вот именно этим моментом, что есть пушистость. А здесь ничего. Как будто действительно вот заламинировали. Или филлер какой-нибудь сделали. Но опять же, филлер утяжеляет. А здесь никакого утяжеления нет. Они живые. Рассыпчатые. Просто вот высохли. И всё. У меня прям шок. И блеск есть. И всё. Не знаю, передаёт вам камера. Нет блеск. Но он реально крутой. У нас сейчас просто такая погода, что естественного света не добиться. В общем, у меня шок, девчонки. Мне очень понравилась эта парочка. Вот прям крутая. От души рекомендую. И пенится. Отлично. Расход будет маленький. И волосики такие ухоженные потом. Вообще ничем не укладывала. Просто высохли. Я расчесала сейчас и всё. И всё. И красота. Камера передает нам блеск. Как они здорово. И нереально круто блестят. Мне очень понравилось. Слушайте. Ни от одного шампуня, бальзама, маски. У меня так волосы не ложились. Сами. По себе. Живые. Вообще классно. Покупочки Яндекс.Маркет. И у нас тут что? У нас тут туалетная бумага. Я вам уже показывала. 12 рулонов. Все в трёхслойной. На Яндекс.Маркете дешевле. Всего по 280 рублей сейчас. Поэтому запасаюсь. Так. Дальше. Вот такие 4 пакетика. Сейчас всё откроем. Ну, погнали. Еда. Здесь у меня булгур с овощами. Безумно полюбили этот булгур всей семьёй. У меня всем он очень нравится. Это у нас 5 минут и готово. 20 минут. 20 минут и готово. Добавляешь мясо. И очень вкусно. Ну, вот реально очень вкусно. Со специями не перебор. То есть деткам прям очень приятно. Вкусненько, замечательно. У меня все обожают. Нам такой пачки на семью из 4-х человек хватает. И ещё остаётся. То есть на семью из 5-ти человек пачки хватит свободно. Вообще. Даже из 6-ти. Он кладётся в корзину от 2-х штук. Поэтому по 2. 90 рублей. Самый дешёвый всегда на Яндекс.Маркете. Так. Лапша. Суп с лапшой тоже 20 минут и готово. Первый раз беру. Но отзывы хвалят. Здесь есть и кукуруза, и горошек. Лапшичка такая вроде вкусная. Морковка хвалят. Составы, кстати, у этого бренда очень неплохие. Я вам сейчас всё покажу. Но лапшу сейчас попробовать буду впервые. Тогда в Дзене отзыв свой оставлю. Смотрите, состав просто идеальный. Тоже 90 или 91 рубль. Так. А вот бульгур. Видите? Состав просто идеальный. Так. Дальше. Батаречки. Я не первый раз их тоже беру. Самый бюджетный тоже на Яндекс.Маркете. 20 штук. Вот такие вот именно. Беру второй раз. Для машинок, для каких-то игрушек на батарейках. Расходный материал всегда надо. И самая интересная покупка, которую хочется немедленно протестировать, девчонки, это светодиодный такой вот ночничок-светильник. 200 с небольшим рублем сто. Тоже дешевле всего. На Валберс, на Зон такие дороже. Он с датчиком движения. И на двустороннем скотч. Ну, в общем, клеится на стену. Клеить можно куда хочешь. Вообще абсолютно куда угодно. Я хочу в туалет, чтобы Крестюшка у меня ходила и не пугалась. Потому что когда там темно, она боится. И надо идти вместе с ней, включать свет. Так, давайте открывать скорее. Третья, пришел в коробочке вместе с зарядным устройством. В отзывах пишут, какой здесь у нас USB. Что хватает на неделю. Где-то вот такого туалетного режима. Слушайте, как он включается. Вот. Вот он у нас включается. И здесь два режима. Холодный и теплый. Давайте попробуем. Включим. Заряженный он у нас нет. Слушайте, вроде по всему, не заряжен. Надо нам его поставить на зарядку. И посмотреть. А так вот датчик движения должен как-то срабатывать. Я хочу это увидеть уже. В общем, сейчас пойду ставить на зарядку. Или в темное помещение можно зайти. Сейчас посмотрим. Поставлю его на зарядку. Вот он загорелся красным. Поэтому как зарядится. Потом обязательно покажу, как он светит. Все, зарядился, работает. Мы проверили, то есть отходишь от него, он толкнет. Начинаешь к нему подходить. Он срабатывает и загорается. Все отлично. Это белый свет. Это теплый. Горит ярко. Горит прям ярко. Зарядился быстро. Так что сейчас пойдем в ванну его клеить. Классный. Покупочки Wildberries. Что у нас здесь интересно? Это семена. Девочки в Телеграм рекомендовали. Клюкву в сахаре. Они здесь с миксом. Огурец какой-то. Будем пробовать. Будем сажать вместе с вами. Посмотрим, что из себя представляют. Так, дальше. Заказала Ксюшке варежки. 200 рублей. Счастье просто неописуемое. Зимние еще одни вот такие. Вот. Они большие, кстати. Они мне в самый раз будут. Ну и другие тоже будет хорошо. Лучше пусть они посвободнее. Они здесь затягиваются. Сейчас открою, покажу. Вот такая вот полка в ванну. 200 рублей где-то цена. И для чего взяла? Да, я ее буду убирать. Вот тут что-то. Вот что-то есть. Что-то твердое завернуто в этикетку. Какая-то часть, деталь. Полка в ванну. Все, этикетку порвали. Для чего? Для того, чтобы складывать игрушки. Она фиксирующаяся. Когда рис купается, она пусть туда ставит. Тут они стекают, высыхают. В общем, мне кажется, вещь классная, нужная. Варежки, кстати, обалденские. Тут мех внутри. Он такой мягкий. Я сейчас померила. Моя рука вообще свободна просто. Мне свободно, удобно. И большой палец сделан удобно тоже. Потому что вот в таких варежках меня безумно бесит большие пальцы. Потому что многие их шьют сикость-някость. Есть липучка. То есть пору я фиксирую. На красота. И вот верхний материал, он какой-то безумно мягкий. У нас последний, вот что мы брали на ВВЗ, за 300 с чем-то рублей почти, за 400, наверное. Они порвались достаточно быстро. Там совершенно другой материал. Здесь он другой. Мне кажется, он не будет так рваться. Фокус. Он другой. И он прям очень тактильно приятный. Они там были разных цветов. Я так поняла, распродажи уже. Многих наличий не было. Вот по 200 рублей отдавали. Вот такие вот детальки были завернуты в этикетку от полки. Посмотрим сейчас, как она будет регулироваться. Вот так все это дело выглядит. Я, кстати, думала, что она будет раздвижна от полки в холодильнике. Но нет. Вот именно с помощью этих штук она, наверное, как-то и держится. На ванной надо посмотреть в карточке товара. Сверху кладется, куда эти штуки прицеплять. Надо глянуть. В общем, такая вот достаточно большая. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Всем пока-пока.